Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем книгу притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И читаем мы два текста сразу. Мы читаем книгу притчи в переводе профессора Юнгерова. Этот текст переведен с греческого, и он взят нами за основу, потому что с греческого уже был сделан славянский перевод. И если кто-то слышит эту книгу в храме, то он слышит похожий текст, хотя, конечно, не русский, но, по крайней мере, какие-то элементы явно узнаваемы. И мы сравниваем этот перевод профессора Юнгерова с текстом синодальным, который делался, перевод, в котором делался с еврейского текста. Иногда бывают довольно интересные несовпадения, разночтения, и мы их обсуждаем. Итак, сегодня 29 глава. Соломон пишет. «Человек, обличающий, лучше человека упорного, ибо когда он внезапно воспламенится, не будет ему исцеления». Вот уже первый стих несколько отличается от синодального перевода. В синодальном переводе читаем. «Человек, который, будучи обличаем," здесь человек обличающий, лучше человека упорного, здесь человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, то есть упорствует. Здесь человек обличающий, здесь человек, который упорствует, когда его обличают. Внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Надо сказать, что синодальный текст здесь несколько прозрачнее и понятнее, потому что сравнивается один и тот же человек, то есть не сравниваются два разных человека, а говорится об одном и том же человеке. И логика здесь такая, когда человека обличают, и он упирается, то есть не оставляет никакого сомнения в своей правоте, совершенно не допускает даже возможности некоторого исправления и корректировки своего поведения, когда он совершенно самоуверен. Если он внезапно сокрушается, не бывает ему исцеления. То есть если такому человеку вдруг становится ясно, что он неправ, что либо он вел себя неправильно, либо он утверждал что-то неверное, его положение гораздо хуже, внутреннее положение гораздо хуже, чем у того человека, который сколько-нибудь внутренне сомневался, в ком оставалась самокритика. Это очень важная способность человека, и верующие здесь, наверное, получают некоторые основания для этого, некоторый бонус такой есть у верующих людей. самокритика, когда ты понимаешь, что прелесть, как такая абсолютная самоуверенность в своих силах, это состояние очень опасное, и когда тебе все время говорят, что ты должен быть внимателен к себе, потому что ты можешь ошибаться. Но, к сожалению, мы видим сегодня довольно много примеров, когда верующие себя ведут точно так же, абсолютно самоуверенно, совершенно не оставляя никакой возможности для внутреннего сомнения и самокритики. И, конечно, это печально, потому что одно дело, например, если тебя призывают сомневаться в догматике, понятно, что у нас есть откровение, понятно, что мы верим в истинность этого откровения, верим, что церкви в ее полноте на соборах открывалась истина, но жизнь не исчерпывается догматикой. И даже зачастую жизнь не заключается в догматике, а она заключается в каких-то нравственных наших выборах, наших нравственных приоритетах, нашем поведении. И в этом случае мы, если сомневаемся, сомневаемся не в церкви, сомневаемся не в решениях соборов, сомневаемся не в вере. Мы сомневаемся в том, что мы адекватно восприняли, поняли и смогли транслировать в мир христианское нравственное учение. И вот здесь как раз нам часто не хватает здоровой самокритики, здорового такого взгляда на себя. И что говорит Соломон? Если человек не оставляет себе места для самокритики, его падение будет страшно. Потому что если человек не давал никакой себе возможности для отступления, то он просто провалится в пропасть. И часто такое бывает, когда человек, например, приходя в церковь, сначала идеализирует какую-то часть мировоззрения, которая ему подходит христианское, когда он идеализирует чьи-то решения, или может быть даже какой-то свой личный выбор, а потом вдруг оказывается, что это не так, он вообще бросает церковь, потому что он слишком доверился чему-то временному, субъективному. Поэтому, конечно же, вот эти слова Соломона, они очень актуальны сегодня. Далее. Вот интересно, что второй и третий стих, они довольно очевидны. Здесь можно, конечно, что-то комментировать, но, мне кажется, и так вполне понятно. Второй стих, например, да, прославляются праведные, когда, когда, что значит прославляются праведные? Когда в народе праведный человек является авторитетным, когда уважают праведных, это значит, что и все общество живет праведно, и тогда народ веселится. А когда в чести нечестивые, когда господствуют грешники, тогда люди стонут. Вот четвертый стих, «Царь праведный возвышает страну, а человек законопреступный разоряет». Интересно, что не сказано, а царь законопреступный разоряет. Царь праведный возвышает страну. Почему? Почему царь праведный своим поведением, а он, естественно, является примером для подражания, знаете, есть даже в русском языке такая пословица, «рыба гниет с головы». Царь является примером как в плохом, так и в хорошем. И поэтому царь праведный возвышает страну. Он является авторитетным, он является примером, и люди на него ориентируются. А человек законопреступный разоряет. Казалось бы, есть своя логика, а царь законопреступный разорит ее. Но дело в том, что царь не несет ответственности за всю страну. То есть в каком-то смысле несет, конечно, перед Богом за какие-то ключевые решения, за указы, может быть, которые он издает. Но жизнь страны не складывается из жизни царя. Может быть, она фокусируется в его жизни, как солнце, например, может отражаться в маленькой капле воды. И, конечно же, жизнь страны сказывается на жизни царя. Мы, например, знаем это по трагедии революции, гражданской войны. Но если мы посмотрим на то, из чего складывается жизнь страны, она складывается из жизней каждого из нас, она складывается из поступков каждого из нас. Когда человек говорит, вот там, тот-то делает неправильно, тот-то поступает неправильно, могу себе позволить тоже, он не понимает, что чем меньше он в своей жизни допустит неправедных решений, тем меньше этих решений будет в жизни страны. Потому что жизнь страны складывается из жизни каждого из нас. Далее. Кто приготовляет на лице друга своего сеть, тот опутывает ею свои собственные ноги. И вот этот стих тоже отличается в своих акцентах от того, что мы встречаем в синодальном переводе. Здесь говорится следующее. «Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его». Ну, вполне такая понятная фраза. Если ты льстишь человеку, то ты собираешься его погубить. Но у Юнгерова несколько иначе. Кто приготовляет на лице друга своего сеть, то есть кто хочет погубить друга, тот опутывает ею свои собственные ноги. Здесь расстилает сеть ногам его, ногам друга. А здесь у Юнгерова своим собственным ногам. И то, и то, конечно, верно. То есть здесь нет какого-то явного противоречия. Но есть при этом свои акценты. И вот у Юнгерова эти акценты, на мой взгляд, глубже. Почему? Потому что очевидно, что если ты хочешь погубить человека, то ты готовишь ногам его сеть. А вот совсем не очевидно, что замышляя недоброе против другого человека, ты готовишь недоброе для самого себя. Когда человек может замыслить недоброе о другом человеке? Тогда, когда ему не нравится его поведение. Вряд ли мы будем замышлять недоброе о человеке, который нам нравится и который нам близок. Ну уж если человек совсем какой-нибудь безнравственный, ему вообще все равно, кому вредить и кого губить, с кем бороться. Это отдельная тема. Наверное, христианам вообще не должно быть свойственно даже думать в эту сторону. Потому что это уж совсем какая-то глубина падения, да, серьезная. Но при этом христиане, так или иначе, как мы знаем, борются с людьми, которые их не устраивают. Но вот в том-то и дело, как расставить акценты? Бороться с людьми или бороться с позицией? Бороться с грехом? Это разные вещи, конечно же. Когда кто-то видит человека, который его не устраивает, можно наоборот начать молиться за этого человека, чтобы Господь привел его к исправлению. Можно начать молиться или даже как-то действовать, да, чтобы этот человек понял, в чем он неправ, разумился и справился. То есть у христианина не должно быть цели испортить жизнь самому человеку. Потому что каждый человек – Дитя Божие, и каждый ценен перед Богом. И поэтому даже если кто-то перед нами ведет себя плохо, и нам не нравится его поведение, и мы возмущены этим поведением, мы должны заботиться о человеке и, значит, заботиться о том, чтобы он стал лучше и изменился, и справился. И далее. В грехе человека великая сеть, а праведник в радости и веселье будет. Ну, понятно, что сеть, то есть грех человека, как сеть, заманивает его, зацепляет его, улавливает, и в итоге человек погибает. «Праведный умеет судить бедных, а нечестивый не умеет понимать, и для убогого нет у него понимающего ума». Очень интересно, что судить бедных, то есть входить в их положение, рассматривать их ситуацию честно, беспристрастно, для этого необходим особый ум, для этого необходимо особое умение. И вот законопреступный, грешник, тот, кто ведет себя нечестиво, он не умеет понимать сложности, не может войти в жизнь другого человека, в тяготу его положения, в его беду. У него для этого нет понимающего ума. В русской пословице это выразилось очень хорошо, и просто «сытый голодного не разумеет». Если человек живет спокойной, счастливой, сытой и довольной жизнью, проблемы бедного кажутся ему мелочью, он не понимает, что это значит, например, не знать, на какие деньги купить завтра хлеб, на какие деньги обуть, или одеть ребенка, когда он пойдет в школу в сентябре, ну и так далее. Примеров можно приводить очень много. И поэтому человек, который обладает властью, обладает каким-то ресурсом для решения чужих проблем, не должен думать, что если он не видит проблем бедных, их действительно нет. Он должен понимать, что просто его глаза могли, его взгляд мог помутниться, и он может перестать правильно воспринимать проблемы бедных, для того, чтобы их правильно воспринимать, для того, чтобы входить в этот контекст, необходимо постоянно работать над собственным сердцем, чтобы оно не каменело, чтобы оно не заплывало жиром, чтобы оно не становилось невосприимчивым к беде другого человека. Далее. «Люди беззаконные сожгли город, мудрые же отвратили гнев». Ну, понятно, что сожгли город, то есть не сами сожгли, может быть, но они возбуждали ссоры, расприи, в итоге город пал от внутренних противоречий. «Мудрый муж судит народы, а гневающийся злой человек осмеивается и никому не страшен». Мудрый муж судит народы, то есть он авторитетен, а тот, кто гневается и злится, не авторитетен, он осмеивается и никому не страшен. «Люди, участвующие в кровопролитии, возненавидят непорочного, правдивые же отомстят его душу. Неразумный обнаруживает гнев свой, мудрый же отчасти скрывает его. Если царь слушает ложные речи, то и все служащие у него – преступники закона». Ну, понятно, что, как обычно, Соломон противопоставляет праведность и греховность, и мы видим, как грешники не просто грешат сами по себе, ненавидят праведников. Вот люди, участвующие в кровопролитии, ненавидят непорочного. И человек, который неразумен, он обнаруживает свой гнев, а мудрый скрывает его. Вот интересно, что гнев, получается, есть и у мудрого. То есть есть и в мудром, есть некоторые эмоции, и, может быть, даже неправедные эмоции. И первое, с чего начинает мудрый, вот эта работа над собой, да, это сокрытие эмоций, развитие некоторых правильных реакций, реакций, которые… То есть когда я правильно умею реагировать на собственные эмоции, внутри возникающие, и умею их контролировать. Неразумный человек, который живет, и внутренний мир его несколько расхлябан, что ли, да, он сразу весь на поверхности, все его эмоции на поверхности, хорошие, плохие, как это говорится, сначала говорит, потом делает. Вот мудрый человек начинает с того, что он воспитывает в себе способность правильно реагировать, и неправильные эмоции, которые в нем возникают, как возникают они в любом человеке, мудрый человек учится их скрывать. Далее, если царь слушает ложные речи, то и все служащие у него преступники закона. Если сам царь готов приступать закон, то есть слушать ложные речи, то, понятное дело, что и все вокруг него, как мы уже говорили об этом сегодня, нравственно деградируют. Когда взаимодавец и должник сходятся друг с другом, Господь наблюдает за тем и за другим. 13 стих 29 главы несколько отличается от того, что мы встречаем в синодальном переводе. Здесь говорится о взаимодавце и должнике, и Господь наблюдает за ними. Здесь мы видим, бедный и лихоимец, ну то есть, да, наверное, можно было бы, взаимодавец — это богач, да, тот, кто дает взаимодолжник, это бедный. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, а вот дальше, собственно, отличие. Здесь Господь наблюдает за тем и за другим, а здесь, но свет глазам того и другого дает Господь. Очень красивый образ. Есть в жизни богатые и бедные, есть в жизни те, кто дают долг, и есть те, кто занимают, потому что нуждаются. Кстати, интересно, что вообще картина мира древнего человека сегодня может быть не до конца понятно, потому что для него должник, тот, кто берет в долг, это всегда бедняк. В долг берет тот, у кого нет, кому просто нечего есть. Сегодня человек даже очень богатый может брать в долг, может брать кредит у государства или какие-то еще деньги у кого-то занимать, чтобы развиваться дальше. Он совершенно не бедняк, он совершенно не нуждается в пропитании. Он нуждается, но имеется в виду, что нет нужды такой, когда он по бедности ищет какие-то деньги. Вот здесь, конечно, речь идет именно о бедняке, который не имеет денег на пропитание. То есть везде, где в Писании мы встречаем разговор о должнике или о бедняке, о том, кто берет в долг, это всегда человек действительно нуждающийся. Не просто нуждающийся в каком-то развитии, а нуждающийся просто в пропитании. Так вот, и глазам, и того, и другого свет дает Господь. То есть и бедняк, и богач должны помнить, что их жизнь от Господа. Потому что очень просто, будучи бедняком, например, решить, что жизнь твоя, она подается вот этим хлебом. Вот тебе сейчас дадут взаймы, ты купишь хлеб, и ты будешь сыт. Ты должен помнить, что даже если в видимом образом твоя жизнь зависит от хлеба, в более глубоком смысле она зависит от Бога. Ты не должен полагаться только на хлеб, ты не должен полагаться только на пропитание. Несмотря на голод, ценности должны быть более высокими. И, кстати, может показаться невероятным. Иногда люди говорят, ну да-да, вы просто не были в сложных ситуациях. Вот попадете в сложную ситуацию, и тогда где будут все ваши ценности, и ваши идеи, вы за кусок перегрызете горлок соседу, лишь бы только самому остаться живым. Все-таки мы видим, что, например, в том же блокадном Ленинграде люди вели себя очень по-разному. Да, были те, кто довольно быстро, нравственно деградировал, а были те, кто, будучи директорами хлебного завода, могли умереть от голода просто потому, что не допускали возможности воровать и пользоваться своим положением. Так вот, но не только бедный должен помнить, что он зависит от Господа. Богатый тот, кто дает взаймы, то есть, значит, у него есть на себя и есть на то, чтобы помочь другому. Уж для него тем более характерно сказать, что я сам себя обеспечиваю. У нас сегодня очень многие люди стараются так говорить. Да, я не сижу на шее, я сам себя обеспечиваю, я сам себе хозяин. И вот всему этому есть тоже некоторый предел. И заимодавец, и бедняк должны помнить, что свет в их глазах, то есть жизнь, они живут. И в их глазах есть блики, как говорится. То есть это живые глаза. Свет в их глазах, он от Господа. Далее. Когда царь судит бедных по правде, то престол его во свидетельство о сём будет твёрд. То есть, когда царь живёт праведно и судит праведно, его престол будет твёрд. И это будет подтверждением его праведности. Наказание и обличение дают мудрость, а заблудившийся отрок срамит родителей. То есть воспитывай своего ребёнка, чтобы он был мудр. Потому что если он потом поступит немудро и неправильно, то он осрамит и тебя самого. Достанется и тебе. Не только с ним всё будет плохо. «При умножении нечестивых умножаются и грехи, но праведные падением их устрашаются». 16 стих отличается от того, что мы видим в синодальном переводе. Здесь мы читаем. «При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники видят падение их». Здесь в 16 стихе праведники просто видят падение, что подтверждает правильность их выбора, что они праведники и поэтому не падают. Но в 16 стихе у профессора Юнгерова праведники их падением устрашаются. Они не просто видят, а это в каком-то смысле останавливает их самих, позволяет им не уклониться в неправду, потому что они видят устрашающий пример грешников. «Наставляй сына твоего, и он успокоит тебя и будет украшением души твоей. Да не будет руководителя у народа закона преступного, а соблюдающий закон блажен». Вот 18 стих несколько непонятен, и у Юнгерова в синодальном переводе он несколько по-другому звучит. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Почему же здесь говорится, «Да не будет руководителя у народа закона преступного», а здесь говорится, «Без откровения свыше народ не обуздан». Считается, что вот этот руководитель, каким он здесь упоминается, греческое слово скорее переводится как «изъяснитель воли Божией», «изъяснитель откровения». То есть это тот, кто говорит. Господь сказал делать вот так, вот потому он руководитель, что он исполняет волю Божию. Но если народ не обуздан, значит его ведет неправильный руководитель, неправильный истолкователь воли Божией. Здесь довольно часто Соломон действительно говорит об ответственности царя, который как руководитель, как исполнитель и транслирующий, человек, транслирующий волю Божию, он, естественно, отвечает во многом за то, как живет народ. И вот без откровения свыше, то есть без человека, который правильно трактует откровения, народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Далее. Словами не научится жестокий раб, потому что хотя он и поймет их, но не послушает. Жестокий раб может даже понять, что ему говорят, но не будет слушаться, не будет этого исполнять. Так что, конечно же, мало понимать. Иногда люди приходят и говорят, мы хотим креститься. Священник говорит, да, пожалуйста, хотя бы прочитайте Священное Писание. Я помню, я однажды так просил одного молодого человека прочитать Евангелие. Он пришел через два дня и говорит, я прочитал. Я говорю, что-то было непонятно, может быть, есть какие-то вопросы. Да нет, все понятно, совершенно все понятно. Да, пусть это было Евангелие от Марка, пусть оно было самым коротким и может быть не самым сложным. Но если ты читаешь внимательно, у тебя обязательно возникнут вопросы. Если ты читаешь Евангелие просто как роман или какую-то древнюю повесть, которая не затрагивает твоей собственной души, вопросов не появится. Ну, может быть, ты не все поймешь буквально, но вопросов жизненных, вопросов из сердца не появится. Вот здесь то же самое. Да, раб может все услышать и в то же время пропустить все мимо ушей. Далее. Если ты увидишь человека поспешного на словах, то знай, что на глупого больше надежды, чем на него. Кто изнеживается с детства, тот будет слугою и впоследствии будет жалеть об этом. 21 стих несколько отличается. Подробно не будем об этом говорить, но обратим на это внимание. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет стать сыном. Это, конечно, совсем другой текст просто. И из одного, и из другого отрывка можно сделать, ну, их можно комментировать совершенно по-разному. Но логика понятна. Изнеживаться с детства означает зарабатывать себе проблемы в будущем. То есть необходимо... Это не значит, что ребенка надо воспитывать в спартанских условиях, что он должен просыпаться в шесть и обязательно там, не знаю, делать какие-нибудь... какое-то большое количество упражнений, много уроков там в жуткой строгости и так далее. Конечно же, все должно быть сбалансировано. И ребенок должен столько получать заданий, сколько он может вынести, сколько способна вынести его психика. Он должен отдыхать, он должен видеть заботу, любовь и нежность, конечно же. В этом нет ничего плохого. Но тот, кто изнеживается с детства, вот тот будет слугою и впоследствии будет жалеть об этом. То есть человек, который не привык к внутренней дисциплине, он в итоге не станет руководителем, потому что он расслаблен внутренне, он не сможет добиться успехов. «Человек гневливый возбуждает ссору, человек вспыльчивый обнаруживает грехи. Гордость унижает человека, а смиренно мудрых Господь награждает славой». 23 стих тоже несколько отличается. Здесь это звучит так. «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Здесь Господь награждает славой, здесь приобретает честь. Здесь вот у Юнгерова все-таки подчеркивается, что Господь источник этой самой славы. «Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышат они проклятие и не объявляют об этом. Убоявшиеся и устыдившиеся людей приткнутся, надеющаяся же на Господа спасется». «Многие угождают лицам начальников, но правда человеку бывает от Господа». 26 стих тоже отличается. «Многие ищут благосклонного лица, благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Вот судьба человека – это и добро, и зло, как мы понимаем, все, что с ним происходит. А здесь, ну, правда человека бывает от Господа. То есть все-таки речь идет о некоторой справедливости и, может быть, некотором… о некотором… не просто о судьбе, а о том, что человек узнает правду, открывается правда о нем. Вот многие угождают лицам начальников, то есть пытаются… Конечно, это же совет будущему царю. Соломон советует своему сыну, или, по крайней мере, так представлено это в тексте, что «тебе будут многие угождать, но правду ты узнаешь только от Господа». То есть Господь тебе откроет эту правду, а не люди, которые вокруг тебя, потому что они льстецы. «Мерзость для праведного – человек неправедный, и мерзость для беззаконника – праведный ведущий суд». Ну, эта мысль уже проговаривалась выше. Понятно, что речь идет о некотором противопоставлении праведного и неправедного. На этом все. Всего доброго.